Сегодня хотел бы рассказать о нескольких нюансах, точнее, о том, как писать тарифное расписание в счетчике Меркурии. Вообще, существует два вида тарифных расписаний, об этом мало кто знает, для однофазных и для трехфазных счетчиков. То есть, у однофазных счетчиков нет необходимости, чтобы тарифное расписание начиналось с нуля часов, а у трехфазных это обязательное требование. То есть, если вы когда-либо откроете тарифное расписание, файл тарифного расписания для трехфазного счетчика, то он начинается всегда с нуля часов. Вот я вам хотел бы показать. Пользоваться будем конфигуратором счетчиков Меркурии. Ссылки на конфигуратор, на программное обеспечение или на преобразователь интерфейсов для этой цели находятся в описании нашего видео. Так, продолжим. Значит, у конфигуратора счетчиков Меркурии есть папочка тариф. То есть, если когда-либо кому-то необходимо составить свое тарифное расписание, то надо будет в нее зайти и, соответственно, отредактировать или составить свой файл тарифного расписания. Он в текстовом виде будет. Вот я для примера открою. Тут лежат четыре вида тарифных расписаний. Вот то, что названо тарифом М200, это тарифное расписание для однофазных счетчиков. Это для двухсотых, двести первых, двести третьих, двести шестых счетчиков. Оно двухтарифное. Вот покажу. То есть, здесь 12 месяцев. Соответственно, сколько тут? Семь дней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И праздничный день. Сейчас в России действует тарифное расписание единое. То есть, нет праздничных дней, нет суббот с воскресеньями. То есть, оно единое. С семи до двадцати трех часов. Такое тарифное расписание пишется с завода. То есть, с семи до двадцати трех часов это тариф Т1 действует. С двадцати трех действует тариф 2. Если кому-то надо трехтарифное расписание, такое тоже есть. То вот открывайте тариф М200, заканчивающийся на три. Вот тарифное расписание такое с тремя тарифами. Значит, я упомянул в начале, что у трехфазных счетчиков тарифное расписание обязательно должно начинаться с нуля часов. Вот открою, покажу. То есть, вот, 0000 Т2. И дальше идут уже время переключения тарифов. То есть, семь часов, двадцать три часа. Теперь запускаем конфигуратор счетчиков Меркурий. Запустили. Перед нами находится 231 счетчик с RDA интерфейсом. И адрес у него 25. Сетевой адрес у счетчика равен последним двум или трем цифрам серийного номера. Две цифры, если число больше 240. И три цифры, если число меньше 240. В нашем случае от 25. Но если вы не знаете, можно использовать просто 0. То есть, вот, чтобы не усложнять все жизни. После стыковки мы попали на служебную информацию. Но нас интересуют тарифы. Тарифы. Значит, обращаем внимание. Если стоит галочка режим однотарифный. То счетчик вообще не использует тарифное расписание. Он просто работает в одном тарифе. Если мы поставили режим многотарифный. То счетчик начинает работать по тарифному расписанию. Которого в него записали. Вот мы можем проверить, какое у нас записано тарифное расписание. В данном случае. Нажимаем прочитать расписание счетчика. Оно достаточно большое. Там что-то порядка, наверное, 100 с лишним команд. Поэтому надо подождать, наверное, секунд 30-40. Пока идет чтение тарифного расписания. Ну, с завода идет двухтарифный. Это я уже говорил. Читаем. Вот, прочитали. Ну. В моем счетчике, кстати, вот написано. Два раза даже. 0 часов 0 минут. Т1 и Т2. Я считаю, что это бессмысленно. Потому что это одно и то же время переключения 0 часов 0 минут. Оно должно сразу начинаться с тарифа Т2. Поэтому я вот открываю с диска тарифное расписание. Тариф М230. Вот, открыли. И надо его записать. Записывается оно с помощью кнопочки записать тарифное расписание. Нажали. Нажали. И, соответственно, опять ждем секунд 30-40. Пока идет запись. Расскажу немножко про интерфейс. Здесь есть еще кнопочка редактировать. Вот, если захотите отредактировать тарифное расписание, можно просто вот нажать, выбрать нужный файл, который вы хотите редактировать. И изменить тарифную зону время переключения. Точно так же делается и чтение или запись праздничных дней. У меня просто счетчик старый. То есть, когда еще эти тарифы существовали расписания. То есть, если мы нажимаем прочитать, видим, что вот раньше писалось в праздничные дни. Сейчас их уже не пишут. Ну, наверное, все. То есть, запись велась с помощью преобразователя интерфейса USB-RDA. Ссылка на покупку, она есть внизу видео. До свидания.